Амила спрашивает, как вас ласково зовут родители дома? Виталик. Виталик? Откуда вообще такое имя? Родители мальчика ждали, что ли? Нет. Там получилось, что маме нравилось имя Вита просто. И потом она лежала в роддоме. И по бокам лежала две женщины, назвали Вика. То есть Виктория от двоих девочек. А маме вообще хотелось Вита. И кто-то ей там сказал, что есть такое имя. Ну она, чтобы отличиться, назвала меня Вита, чтобы не две веки. А получилось, что есть такое имя, типа Виталия. Не Виталина, потому что Виталина женская. Ну Виталия, так Виталия. Я безумно благодарна и маме, и папе за свое имя. Она мне очень нравится. Очень нравится. Это одно из немногого, что мне во мне нравится, но так на имя мне нравится. Светлана запытует, привет Виталия. Я ваша фанатка еще из Мастер-шеф. Мне была, зрозумела, ваша поведенка там, а тут не выстачало романтики. Вы говорили, что влюбилась. Чему не показали цего холостяку? Может, залишился? Нет, мне было сложно, что я влюбилась. Я думала, что у меня есть некое чувство влюбленности. То есть, влюбленность и любовь, это две разные вещи. Вообще, наверное, пока для меня не похожи друг с другом. Может, я чего-то не понимаю. Ну, не показывала, потому что мне было неудобно показывать это на камеру. Мне это... Ну, это было не мое. И хорошо, что Костя это понял раньше и отпустил меня раньше. Вы вообще верите, что на проекте можно с ней разговаривать? Тогда зачем кашли? Ну, теперь-то я не верю. А до этого верили, да? Ну, до этого я и пошла, потому что верила. Ну, как? Ну, я не могу найти. Может быть, победительница с Костей будет вместе, типа, или уже вместе. То есть, может быть, еще есть девочки, которые действительно искренне влюблены в него, но там молчат. Но они, правда, говорили о том, что он нравился им, но нравился очень многим. И чем ближе к финалу, тем больше он им нравился. Но я нет. Я не могу найти. Я скорее лучше буду сниматься вот тут, а там, не знаю, каким-то звукорежиссером лучше отношения завидеть. Но только не в камерах. Мне вообще это непонятно. Я не умею любить на камеру. Я это поняла. И все. И на этом мое участие закончилось. Ну, как-то предыдущие холостяки показывали, что победительница, в общем-то, не смогла построить отношения с холостяком. Их отношения расходились. Вот только последний, по-моему, со Скорикова. Не знаю, они вместе, не вместе. Крайне мере, сотрудничают вместе. Поэтому очень сложно это все. Ну, я не знаю. Просто я, как бы, если честно, мне немножко неудобно у победительницы даже спрашивать, задавать ей такой вопрос. На самом деле, все участники холостяка, которые к нам приходили, на этот вопрос отвечали, да, почему же нет. Свою любовь можно встретить где угодно. И в троллейбусе. Да, с этим это все понятно. Но все же на проекте перед телекамерами немножко... Ну, это сложно. Ну, не знаю, все. Ну, может... Нет, если они вместе, дай бог, дай бог, дай бог. Но только вот... Ну, не знаю. Я почему-то в это не верю. Ну, не верю в то, что можно построить. Любовь. Точнее, не так. Ее можно построить, наверное, на проекте перед камерами. Но вопрос в другом. Будет ли она строиться уже, когда камеры выключатся? Да, но все равно хотим мы... Хотим мы или не хотим. По-любому что-то меняется, когда ты понимаешь, что на тебя смотрят... Там... Тысячи человек, и когда ты разговариваешь один на один. Ну, мне так кажется. Я не знаю просто, ну, строится ли она у них дальше, я не знаю ответа. Поэтому не буду ни врать, ничего. Аня пишет нам далее. С каким человеком ты бы никогда не согласилась общаться с дружитью? С кем тебе проще дружить? С мужчинами или женщинами? Верите в другую между мужчинами и женщинами? Конечно. У меня очень много мужчин. Просто есть говорят вот так, что... Женщин друзей. Ну, да, вот смотрите. Дружба между мужчиной и женщиной не существует. Женской дружбы тоже не существует. С кем дружить женщине, непонятно. Ну, я не знаю, как-то дружу со всеми и с мужчинами и женщинами одинаково. И никогда я не задумывалась и не различала их там, ну, как-то не разделяла их. То есть, ну, не знаю, не как-то проще. Мне хорошо со всеми. И пока им со мной хорошо, то мы все будем вместе. Вот. А... С кем бы я не стала дружить, это вот с такими людьми, которые... Я не люблю еще не меркантильных людей, не люблю, ну, корыстных. Я не люблю... В общем, я не просто не люблю, когда мне врут. Вот это вот единственное, чего я терпеть никогда не могу, это только ложь. вот если ты не хочешь выходить гулять, я тебе набираю, то скажи мне, что ты не хочешь выходить гулять, тогда я тебя пойму, я тебе поверю. Если ты скажешь, ой, у меня тут стирка, и у меня там шланг течет из стиралки, и залила тут все, я тут пока не поубираю. А вот когда поубираю спать, я говорю, ну, типа, это неправильно. Ну, короче, я люблю только правду. Прямо то. Ярик интересуется, каким должен быть мужчина вашей мечты? Себе представляете какой-то вот определенный типаж, манера поведения? Что он? Манера поведения? Ну, это должен быть настоящий мужчина. Абсолютно настоящий мужчина. Он не должен, не знаю, он не должен ни на миг вообще расслабляться. Он никогда не плачет. А если плачет, то только при мне. Он, ну, он всегда, всегда сдержан. Он всегда веселый. Он обязательно. Он должен быть сильно веселым. То есть мы должны смеяться с ним круглосуточно. Ну, мог бы я его разбудить, он будет рассказать ему, что мы должны сильно посмеяться. то есть, и вообще, а типаж это какой-то такой, наверное, я уже говорила, когда-то, ну, какой-то такой бородатый мужик на байке, вот это вот что-то такое мое. Ну, то есть, это творческий по-любому человек должен быть, ни в коем случае не какой-то офисный работник. Среди байкеров есть банкира очень много, и банкир... не-не-не-не, а он должен быть, должно быть совместим с творчеством. Может быть, какой-то музыкант, может это, не знаю, что-то такое творческое, может это какой-то художник, может это какой-то, короче, какой-то творец, скульптор какой-то. Чтобы у него, наверное, со мной немножко что-то совпадало в голове, может это будет какой-то там шеф-повар, там, на байке, не знаю. Да какая разница? Да нет у меня никакого идеала, мне кажется, все равно это приходит, идеал это тот мужчина, которого ты любишь, вот это твой идеал. Вот влюбилась, и ты уже понимаешь, что он идеальный, ты уже понимаешь, что тебе с ним весело, понимаешь, что тебе с ним хорошо, и тебе с ним грустно, когда тебе грустно, ну и так далее. Сначала, наверное, приходит любовь, потом идеал. Но все равно, когда ты знакомишься с человеком, ты хотя бы внешне, он должен тебя чем-то привлекать, правильно? А потом уже... Не факт. Вот, например, меня мой муж бывший абсолютно не привлекал внешне, пока мы с ним не полюбили друг друга, и потом я поняла, что он у меня самый красивый, вот это вот идеал, это самый красивый мужчина в мире. Только тогда... Процессы общения уже вывели. Да, да, да. Ну просто вот эта вот внутренняя красота, она как-то так, она сильно выливается внаружу, и ты уже смотришь, ну ты знаешь, что человек очень хороший, он тебе такой милый, такой красивый становится, ну это вот как-то так. Ну я говорю, сначала приходит, наверное, любовь, а потом идеал. Внешне там не важно, он может быть, не знаю, задом наперёд ходить, и быть лысым, там, и совсем без бороды, и даже без бровей, не знаю, без ресниц, не важно. Просто, ну, потом я пойму, что он идеал внешне. Аня спрашивает далее, после просмотра пост-шоу сложилось впечатление, что у Снежанок тебе какая-то личная антипатия. Как думаешь, с чем это может быть? Я знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что накануне приходила ко мне на работу на съёмке, мы немножко с ней повздорили. А потом она и даже не успела не познакомиться со мной на пост-шоу, ничего, хотя бы для приличия. И началось, началось и началось. Показали тоже не так много, в силу того, что эфирное время определено заранее этого пост-шоу. Вырезали многое, но, ну, не знаю, у неё какая-то личная неприязнь, наверное, ко всем девочкам, просто каких-то она выбирает, которым нужно делать вид, что всё хорошо, а каких-то она выбирает, которым плохо. Как она мне заявила на пост-шоу, что это у неё роль такая. То есть, видимо, ей говорят роль заранее, я не понимаю, ну, как бы, она мне говорит, у меня такая здесь роль. Говорю, ну, отлично, а мне никто не сказал, какая у меня роль, так мне тогда что делать? Тогда, говорю, я буду вести себя так, как я хочу, как я считаю нужным. И, собственно, так и было. Скажите, то, что вы за этого участвовали в прайсе Мастер-Шеф, да, как-то всё-таки по сравнению с другими девочками, было ли вам легче, возможно? Ой, наверное, наоборот сложнее. Почему? Наверное, наоборот. Ну, потому что я понимала этот весь процесс. Я вечно тоже там ругалась с девочками, говорила, девочки, идёмте, звукорежиссёра отличимся, оденем микрофон и говорю, сколько можно, он же хочет кушать. Девочки все стоят, красятся, никто не идёт, звукорежиссёр не завтракает за них. Ну, то есть, какие-то эти моменты, я как бы просто была по две стороны баррикад. Я была и на площадке съёмочной, и была за её пределами, то есть, это было сложно. А девочкам это было всё по приколу, они интересовались, им было так неинтересно, что там, что происходит. Ну, вот это для них интересно было. А мне уже это всё, боже мой, господи, я переживаю, хожу за съёмочную группу, что бедные же там наши гримеры, они же там так долго, вот у нас там. А в божечке, а платье же надо погладить, чтобы режиссёру в платье было красивое платье в кадре. Я, короче, такое себе голову такой ерундой забивала постоянно. Ну, то есть, всё у того, что, ну, ой, надо же не выпасть с кадра там, потому что он же бедный, там кто-то его потом наругает. Короче, думала, непонятно про что, в общем. И наоборот думала, что наоборот, ну да, в принципе, всё правильно. Потому что понимаешь всю эту кухню. Да, 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 и оно сложно. Ты думаешь, интервью быстренько отпишу, чтобы их не задерживать. Быстренько там всё расскажу, вот отстреляюсь и пошла она. Вот это такое какое-то. Олимпин спрашивает, собираетесь ли отдыхать где-нибудь этим летом? Собираюсь ли я отдыхать где-нибудь этим летом? Нет, я буду отдыхать в павильоне мастер-шефа вместе с новыми участниками четвёртого сезона, которых сейчас выбираем. Вот. И кастинги ещё проходят, мы пока их выберем, а потом снимать начнём. И буду я всё лето отдыхать на павильоне. То есть вы приехали с «Холостяка» удалось вам где-то сделать какой-то перерыв? Нет, абсолютно. Сразу в работу? На второй день я уже была на работе. Ну что ж, это был последний вопрос от наших читателей. Я вас попрошу сказать завершающее слово вашим поклонникам и тем, кто планирует пойти на пятый сезон «Холостяка», вам какие-то рекомендации? Ну, рекомендаций нет. Те, кто хотят на пятый сезон пойти, просто будьте собой, идите, пробуйте, если у вас получится любить на всю страну, любите друг друга. Лучше не друг друга, а «Холостяка» он вас. А всем остальным, кто не собирается идти на пятый сезон и не собирается вообще не идти на какой-то кастинг, хотела бы пожелать вам мира. Ибо сейчас это актуально, и давайте будем лучше смотреть новости и как-то участвовать в событиях в стране, умеющим смотреть, как в других странах люди любят друг друга. Ну, то есть я не заклыкаю к тому, что не смотрите «Холостяк». Смотрите, конечно, просто давайте заботиться больше о будущем нашей страны, а не о будущем «Холостяка» и его подруг. Спасибо. Вот это, в принципе, все. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.